сегодня про что-то ардуиновское и даже в виде модуля и даже это как-то связано с корректорными моторами это миниатюрный низковойтный мостовой драйвер для управления индуктивной нагрузкой на модуле смотреть особо не на что микруха с кодерами и стадиот по питанию смотреть нужно в дата-шит дата-шит на две версии микросхем но версий на самом деле три есть еще версия с буквой c на 1 ампер этот на 1.8 ампера в общем пишут что это низковольтный мостовой драйвер драйвер для моторов постоянного тока либо прочей нагрузки мосфеты с низким сопротивлением 280 миллион максимальный ток в нагрузку 1.8 ампера раздельные раздельные пины для мотора и логической части то есть напряжение питания у моторов от 0 до 11 вольт логической части от 1.8 до 7 вольт то есть 3.3 и 5 вольт можно подключать спокойно у двух этих микросхемок различное управление если если у нас как у нас 88-37 у нас классическое управление с двумя полумостами у 38 управление логическое вроде как у шаговых движков у драйверов их то есть одной ногой мы крутим в зависимости от нуля либо единица мы крутим мотор либо вперед либо назад а второй ногой мы включаем либо выключаем его это у нас низкое потребление в слепмод 120 микроампер ну да управление ногой и маленький размер корпуса 8 пин размером 2 на 2 миллиметра есть защита есть от перенапряжения максимального тока защита по току и от по температуре от перегрева применяется в камерах в оптике в каких-то продуктах игрушках роботах и медицинских устройствах но здесь здесь в принципе все то же самое ну и то что различное управление так далее у нас есть распиновка так и структурная схема принципе смотреть особо не на что у нас здесь раздельное питание опять же входы и нога слип ну и выход подключения к нагрузке здесь в принципе все то же самое только ноги подписаны по-другому так и таблица с управлением так нога слип на слип должна быть единица иначе микросхемка выключена то есть на входы он никак не реагирует после этого должна быть единица если у нас на обоих входах по 0 у нас выходы отключены и на мотор тоже свободно вращается если у нас на каком-то из входов логической единицы то есть 0.1 либо 1.0 соответственно у нас на выходах либо низкий уровень либо высокий и вращаемся в одну сторону в данном случае высокий низкий вращаемся в другую сторону если на обоих входах по единице на выходах низкий уровень на обоих и это торможение то есть да то есть здесь единица а здесь низкий уровень так микросхемка также может работать и в полумостовом режиме управлять двумя моторами по принципу вкол и выколу если кому-то это нужно опять же то есть можно это можно данной микросхемкой просто управлять нагрузкой как мосфетом начал тут паивать штырьки и выяснилась одна неприятная особенность отверстия не в ряд они сделаны не под макетку не знаю там видно или нет эта сторона ровно стоит а вот это уже с перекосом нужно наверное чуть повыше поднять чтобы понятно было о чем речь что отверстия здесь неправильные ну вот если пытаться собирать что-то на таких макетках то ни фига ничего не влезет да и подписи все находятся с обратной стороны поэтому я думаю имеет смысл впаивать его вот так в смысле названием вверх по крайней мере с одной стороны подключение моторов уже подпаяют так да неприятная особенность конечно да кстати есть модули такие с двумя микросхемами под два мотора вместе как там с этими отверстиями не знаю возможно что так же но подключал тут пучок проводов сейчас постараюсь объяснить что к чему да и модуль здесь вот припалок штырьки с одной стороны которые торчат вниз и включаются в макетку штырьки с этой стороны они торчат вверх и туда подключены провода пусть иначе в макетку это не воткнуть с этой стороны это вход модуля который подключается к контроллеру это выхода где питание и нагрузка нагрузка сейчас подключен такой модуль с rgb стадиодом он там с резисторами так далее в общем два выхода на два цвета стадиода питание взято 5 вольт от триггера от этого но опять же просто удобнее было подключать вход драйвера сейчас не подключен никуда вот они эти входа соответственно если подать туда логическую единицу подключить к пяти вольтам кстати не к пяти к трем и трем вольтам то есть логическая часть питается сейчас а трех и трех ну подать на него 3 3 вольта вот видим синим горит если подать на другой выход то горит зеленым теперь если подать два вместе включить то стадиод гаснет почему потому что оба выхода сейчас имеют низкий уровень чтобы затормозить двигатель так что для управления нагрузки ну как бы если можно то только вот по одному так сказать на один выход нагружать либо менять полярность как-то ну короче есть такая особенность данного модуля если вы хотите управлять им как какой-нибудь нагрузкой в чем того что мало что может коммутировать пять вольт да и нашел такой движочек он трехвольтовый с какого-то dvd плеера что ли ну как раз таки для этих целей для этого драйвера мелкие низковольтный движок сейчас нужно как-то подключить на выход на нагрузку то что же такое туда теперь отлетел короче как-то подключен попробую подать одну сторону единицу ничего да вот теперь есть работает если подать на другую крутится в другую сторону не знаю видно было или нет ну в общем крутится он по-разному так загораживает да в разные теперь можно подключить карту инки хотя в принципе уже было наверное и ладно седьмой восьмой и там видимо какой-то код загруженный поэтому поэтому начал работать чтобы выключить опять же можно что я отключил что выключить можно просто увести его в slip так-то драйвер работает теперь собственно к коду набросала здесь код но он максимально примитивные опять же здесь мы просто указываем каким выходом arduino что подключено каким ногам на восьмой и девятой подключены входы полумостов драйвера на третью ногу подключен вход slip вход включения самого микроконтроллера на него будем подавать шум сигнал для управления скоростью вращения двигателя в сетапе конфигурируем полумосты наши выходы для полумостов на выход а в цикле включаем и включая полумосты то есть один включаем 2 выключаем чтобы запустить мотор чтобы он вращался в одну сторону а дальше это из примерчиков фейдинг то есть который плавно увеличивает а потом уменьшает шим сигнал на выходе то есть для управления скоростью вращения двигателя когда отработали меняем скорость вращения мотора просто меняю меняя включение выключения полумостов ну и дальше то же самое и все это дело будет происходить по кругу загружаем в arduino даже можно наверно запись нажать так и даем питание на выход 5 вольт ну и вот он разгоняется останавливается начинает крутиться в другую сторону ну и так так в цикле наверное можно как-то подытожить драйвер для маломощных движков с низким напряжением без лишней обвязки и сложности с подключением вход с лип можно шимировать ну а значит этим модулем можно заменить какую-нибудь древнюю l293 которую зачем-то ставят с низковойтными движками но только наверно двумя такими кругами если конечно оба канала нужны на этом наверное все если кому такой модуль нужен ссылки всяких сюда в описании спасибо за внимание пока